всем привет это подкаст дата кофе или дэйта кофе кому как больше нравится дата дэйта потом мне больше нравится дата дата пусть будет сегодня дата тогда что у нас новости есть что-то интересное на самом деле что можно было обсудить бы есть и по зарплатам чего сказать есть и по всяким там падением сервисов мл и прочему с чего сегодня начнем давайте начнем с того что произошло прямо сейчас так github упал на европейской части земли на упал полежал два часика и вернулся я отслеживаю почти прямом эфире у гитхаба есть такая штука гитхаб статус он называет даргет гитхаб статус дот ком я так понимаю что это сайт от самого гитхаба вот где можно подписаться на обдейты да я и здесь есть такой небольшой дашбордик где они отчитываются о гитоперейшнс то есть можно ли там пушить пулить и пиаре квест в хуке ищут кстати интересно про ищутся не знал что ищутся это вообще отдельный сервис внутри гитхаба ну опять же своими пида там где-нибудь жира под капотом это опенсорсная версия но надо сказать что такие гитхабы сейчас они в минималистичной своей версии я уж на алекс ты лучше знаешь минималистичные версии они просто шикарные летают суперские конечно я предпочитаю гитлабовскую штуку но они как бы не особо отличаются и оба хорошие пулл реквесты actions packages code spaces copilot и pages copilot вообще не падал то есть copilot работал наверное потому что copilot работает на ажировском серверах и в принципе вообще мало имеет отношения к copilot с кем-сервером я так предполагаю но у меня лично то что меня беспокоило упали все было зелененькое пулл реквесты были желтенькие но лично для меня отражалось том что вообще зате не мог никуда на гитхаб не наш и на нашего не наш аккаунт внутренний не на любые open-source интерес будет посмотреть что случилось пока что никто не написал никакого отчётика но работа могла у кого-то я думаю серьезно встать меня еще интересовали мои тестика и я только недавно знал что они тогда не сказал по пару часов назад значит уже рабочий день закончился ну все дает до ребятам апдейты установить задеплоить они как будто планировали на европейские на европейской части но в европе же не работала что там не будет домой принципе никто не заметит так можно и там было до утра чуть пораньше придут до подниму но прикольно и прикольные принципе в гитхабе удобные но мы не пользуемся у нас жира ну как бы мы бы пользовались но у нас есть люди которые не очень гид в целом и убедить их что именно issues там все удобно это вот прям надо иметь грамотный спич чтобы влияние оказать им джири удобно там интеграция с конфлюенсом там вот эти все ссылочки там миллионы всяких шаблонов знаешь там всякие чек-листы на доске все привязанные вот это вот все можно было бы все в гитхабе но народ говорит неудобно у нас как бы нас все и джири компенсы и система которых я никогда не слышал вот но в итоге нас так получается и это наверное называется хаос но он все-таки немножко контролируемый все что так цепи рау пм фейсин она идет в тикеты и в конференции все что инженеринг фейсин она мы стараемся по крайней мере очень быстро обновлять вики и вышесах потому что порой это жира тикет не хочется писать просто не хочется в жиру заходить на самом деле вот если прям кажется обтаск расписывать и так далее наверно не надо стоит делать я как бы не поддерживают подход но мы заметили что когда идет особенно коммуникация между своими поясами вот и же является таким single point of truth она же single point of failure в итоге вот и в итоге мы сошлись на том что какая такая очень быстрая совсем локальная коммуникация идет через гитхаб вики и через гитхаб вики ну или так оказалось довольно удобно но опять же наверно я смотрю на это точки зрения что эти репозитории они маленькие и там количество issues не превышает сотни то время как жира ну как бы да там это больше инструментов что потом анализировать как пошло и поехало так что как будто это разные для разного инструмента опять же не видел еще что больших проект поэтому хочется верить что люди покрыли у нас которые проталкивают вот это все и держат идею что надо джир и пользоваться они умеют все это анализировать а не просто потому что им интерфейс красивый интерфейс красивый да но она мягкая ну опять же в жире дофиге еще плагинов для аналитика на бы вкус и цвет бигдата уволять автоматическим и точнее завести тикет на то чтобы делать бигдата на то что кого-то воли дина вас open source как это жира или вы свое что у нас жиры конфликт ну короче да очень много людей почему-то предпочитают непонятно для enterprise это очень удобная штука очень хорошо настраиваемый для разных проектов поэтому надо уметь ее готовить так чтобы она не тупила поэтому нужно важная мечта от жиристов ну да я вообще не в теме я когда у меня что-то не получается я сразу кому-нибудь иду у нас есть delivery менеджер говорю помогите я не понимаю потом я вот так два раза моргает и и все получилось что произошло я не знаю но явно у людей какие-то волшебные палочки есть ой да ну что давайте что ли перейдем к зарплатам давайте у нас есть борт от как же называется у меня потерялась вкладочка в авторах я вижу тут reveal the date it ровно будет да он к нам в гости приходил да и собственно дашбордик он на дата ленции строится качестве дашборда меня полностью устраивает а вот циферки которые там у меня прям большие сомнения на этот счет а давайте плавно будем ходить вот есть тут я смотрю я кстати не сам дашборд открыл а скритшот который к новости был прикреплен дашборта его там прям можно я тебя просто его увидел я сейчас открою пока кто-то другой потом будет говорить то есть блок удовлетворенность уровнем текущего дохода здесь доволен скорее доволен скорее не доволен и недоволен в какие-то довольные недовольны в сумме о вернее довольные и скорее довольные в сумме 63 процента то есть две трети дата специалистов это борт по доходу именно дата специалистов и 63 процента из них довольны или скорее довольны и только каждый пятый вообще не довольны интересный разброс во первых очень интересные цифры прям интересные например зарплата инженера данных из ниже чем зарплата системного или бизнес аналитика и ниже чем зарплата продуктового аналитика чуть чуть выше чем зарплата би аналитика средняя по моему опыту это не так но то есть вот вилки про которые я знаю в нескольких компаниях у инженеров данных они повыше чем вот у названных аналитиков но интересно другое практически все зарплаты фактически и зарплаты ожидаемые различаются примерно на пятьдесят тысяч то есть всем не доплачивают по полтосу вот что еще рассказать сейчас хотят стимдек купить просто им каждый месяц не хватает нас ровно ровно ну да но стимдек 60 стоит поэтому не все хотят стимдек видимо кто-то хочет все таки какого нинтендо свитч мне очень понравилась зарплата дата инженеров разделенная по грейдам джун миддл сеньор этим лид и вот если джун миддл сеньор достаточно такие цифры достаточно логичные там 140 джун 200 миддл 280 сеньор это такая ну скажем так средняя вилка не топовая компания то у тимлида зарплата полтора миллиона в месяц при том что ожидаемая зарплата 350 тысяч это вот един это на основании единственного респондента эта циферка выведена поэтому но тем не менее разница между фактической ожидаемой зарплаты минус один миллион сто девяносто тысяч но чувствуется что человек недоволен своей зарплаты понимаете ожидаемое 350 а получает полтора миллиона делать каждый раз есть люди которые стимдек хотят купить каждый месяц а это думает куда все это девать бедняга я очень сочувствую давай проблема поможем как там даже найти найти куда потратить полтора ляма еще и очень интересная статистика потому какими инструментами пользуются аналитики и какая у них зарплата забавно вот из всего этого самая дорогая самый дорогой навык который лучше всего оплачивается это инструменты data quality они даже дороже инструментов ml а если вы хотите уменьшить свою зарплату то учить excel как по поводу значит изменение зарплаты но тут правда не уменьшить а увеличить есть опрос видно был первый пункт это прокачивать hard skills 27 расстраивать сразу просто я думал как эта магия да они у них всего 18 процентов у магии всего 18 да если по всем смотреть без фильтров то там 20 процентов считаешь прокачивать soft skill и но мне всегда казалось что проще всего поднять зарплату устроившись в другую компанию да вот это прямо всегда работала абсолютно согласен хочется немного расстроить людей которые ответили продуктивнее работать потому что ребята это не работает вот вот интересно но мне кажется что это работает все таки а она как бы ну получается ты сейчас не продуктивно работаешь и ты говори это же не продуктивно работать а продуктивнее чем сейчас я не люблю такие вот размытые понятия где конец вот вот есть максимум какой-то предел продуктивности явно у человека есть давайте вам расскажу классную историю про одного знакомого знакомого который живет в америке и он смог значит подстроить так что врачи ему поставили сдвг и выписали таблеточки которые повышают продуктивность концентрацию все такое и он выучился на какого-то там супер крутого специалиста и теперь вообще живет лучшую свою жизнь а ему таблеточки помогли смысле да ну то есть вот те самые таблеточки которые ребята с сдвг получают ну память страховки не знаю интересно как такой любил хакинг довольно рисковым исполнением мне кажется да 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 это прямо неизвестно как это как это может отразиться на самом деле на мозгу который работает до полной силы это интересно это прям интересно да мне очень хочется узнать комментарии ирины и что она думает на этот счет но у нас выпуск который еще не вышел про ну как раз про фарму да как раз это для меня лично звучит довольно опасно но опять же у нас много рисковых людей например вот 9 процентов респондентов считают что чтобы увеличить доход надо найти вторую работу вот они это не рисковые люди рисковые ищут пятую или шестую ну вторую типа ничего подумаешь 8 москва там еще и поспать остается при этом средний количество часов 38 как бы это очень странно это очень странно еще две работы ну крови то мало есть нет нет предела совершенства всего лишь каких-то 38 часов в неделю но у меня сейчас это не 8 там 8 тут мне кажется это 4 там 4 тут ну или в зависимости от работы 6 там 2 тут это главное сначала надо качать скиллы и продуктивнее работать да а потом уменьшать количество времени потрачено на конкретную работу и устроиться на пятую на шестую как бы устроиться в другую компанию я не удивлюсь если среди этих людей есть те которые имели ввиду во вторую думаешь они устраиваются в эту же самую компанию просто на вторую это сложно это может быть сложно я не говорю что невозможно я уверен что таких случаях тоже возможно но это гораздо сложнее чем просто в другую устроить для себя мне главное вот надо надо изучать инструмента дата кворить их арт скиллы и прокачка хард скиллов excel да не тогда если ты выучишь дата кволюте excel тебя зарплата не изменится но тут интересная разбивка опять же по навыку владения последняя таблица на уровне лид владение excel среди остальных категорий наивысшее то есть 50 респондента сказать что водит excel бы сомневался но при этом зарплата у них на и низшие среди рядов но среди рядов ну как бы так я пошел посмотреть что у этого инженера данных тем ли да а мы не знаем сколько у него работ на самом деле я подозреваю что штуки 4 да и он тем ли ты чё ему все у него у него полтора ляма он грустит думает куда эти деньги девать ты ему предлагаешь еще четыре найти нет я думаю что у него уже четыре из-за этого лагура ляма не ожидание он по одной указал случайно из-за этого может быть на самом играть очень красивый и кстати 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 у него это все в премии по ходу обратить внимание след фильтровать этого товарища то у него почти все это в премии медианной в средний процент вышло уровень должности тим лид средний процент премии микс не видно весь текст от дохода 77 процентов то есть чувак настолько перформит что что ему премию выписывают просто три раза по средней зарплате вот это вот учиться надо таких на самом деле скиллы ребят софткиллы есть этот инженер данных служит наш подкаст тем лиц и инженер данных до специалисты excel вот хороший человек напишите нам под красному с удовольствием пообщаемся подкасты здесь кажется гостей правда интересно вот научить нас продуктивнее работать то что то что вы не подкаса записывать как 33 процента в принципе три пункта у этого человека отмечено что нужно делать чтобы увеличить доход прокачивать софт скиллы прокачивать хард скиллы и продуктивнее работать все по 33 процент идеальный мне кажется просто идеальный тим лид тут как бы не не дать не взять нужно с ним пообщаться не вести а а вот этот вот ваш программинг лэквич не нужен чтобы полтора ляма получать абсолютно аксель нужен язык по любому особо прикольно хочу отметить опять же визуальный стиль класс я вот вот теперь я как бы когда мы звали романах на подкастах мы читал про дата лент смотрел премьер работ но вот именно вот сейчас потыкать вживую именно будет паблик это очень приятно кайфово я прям вас радует счет поделить хочу такие же научиться строить теперь надо теперь наше сдвигать надо таленс посмотрим что это выйдет при этом там нету большого разброса ну как рома рассказывал нету большого разброса стилей но выбран самый такой минималистичный приятный для глазу стиль на мой взгляд а вы в темной теме смотрите или в светлый я в темною смотреть потому что на скриншоте светлое явно в новости а я открыл у меня тоже темная то есть там светлое тоже замечательно выглядит но все-таки темная сейчас для меня темно время суток может поэтому но цвета основные различные цветов соответствия между самым он меняется чутка давайте дальше давайте я хотела узнать у алекса расскажи пожалуйста свое мнение о сериальчике который ты посмотрел недавно о фоллауте я не весь посмотрел сериала это прекрасно потому что спойлеров нам не надо а я весь вот вот и не надо вот это вот и хорошо мне кажется я где-то серии до 4 или до 5 досмотрел но мне очень нравится очень приятно я честно говоря я помню неоднократно упоминал уже в подкасте человек который обладает далеко не самой лучшей памяти если мягко сказать поэтому я очень плохо помню в принципе сюжетные линии и игры фильмов и всего прочего и по сути каждый раз когда я смотрю какое-то видео игровое или просто видео произведение то я практически как в первый раз смотрю и вот с фоллаутом примерно та же история но на мой взгляд учитывая еще кашми есть некий баяс потому что я очень люблю то что делают ноланы братья наши ноланы вот очень хорошо очень интересно очень классные костюмы и мне нравится как это какой-то дозированное как это сказать правильно насилие что ли да вот именно которая внутри но но она дать дозированное но когда она есть она прям вот вот прикольно интересно довольно забавная там графика там где она есть сиджа и монстрики но интересно но и сюжет классный никаких ничего никакого негатива не могу сказать очень нравится единственный минус с которым я столкнулся это то что у меня не работает тут amazon prime и я через vpn его смотрю плюс что мне не пришлось этот vpn покупать вот коллега одолжил просто свою учетку ну короче прикольно очень классно я подумаю учитывая что жениже в плавании значит ходит не слушает наши подкасты негодяй не знают что у меня steam deck тоже есть а я вот теперь думаю что у меня имея steam deck может быть попробовать какой-нибудь fallout на нем запустить есть такая мысль ну как то же надо я как раз рада играла в хогвартс легаси второй раз и думаю куда бы дальше и вот я думаю возможно это будет сериал fallout и игра fallout особенно если ты расскажешь какую-то и выбрал и насколько она тебе нравится какую часть но за новость да я я играл в 1 1 2 и это все что я играл из серии fallout на самом деле но говорят что они портированы именно такие старенькие старенькие скорее всего работают мне кажется потому что есть старенький даже под mac os есть какой-то чувак не знаю откуда вы из снг откуда стран бывшего ссср или из текущего снг он написал какой-то комьюнити движок который может парсить файлы открывать файлы fallout и это работает и на линоксе и на mac os и на чем хочешь то есть нужна копия fallout соответственно со всеми этими ресурсными файлами но все отлично работает это в части 1 2 а вот все остальные я не играл там есть и лан как нью-вегас по вам четвертый есть еще какой-то в общем есть чтобы играть вроде говорят прикольно выглядит но я просто не добирался как-то до них может быть есть смысл новость в том что amazon продлил сериал на второй сезон да и это прекрасно у меня если с этим связана веселая история буквально на днях произошедшие но 1 сериал досмотрел я пообщался мне которые тоже смотрели и у меня знакомых здесь ровно два лагеря это те кому себя прям зашел и те кто критикуют его мне лично себя понравился я люблю когда есть трешачок это мне кажется что ультра местами ультра насилия или ультра сарказм он уместен в этой вселенной но опять же мое знакомство вселенной fallout это первая вторая часть и по сути рассказы моего товарища детства который его зовут Денис вот он недавно по-моему стал слушать нашего подкаста мне нужно ответить в телеграме но все знают сколько я отвечаю в телеграме вот он в детстве очень много рассказывал о том как он проходил это были самые захватывающие наверное рассказы об этой вселенной как все происходило и именно они ну и статьи сформировали как мнение о том что это такая гипертрофированная вселенная такого повышенного повышенной с повышенным задержанием черного юмора вот с очень густым задержанием черного юмора и вот в этом плане сериал отрабатывает на ура после этого я посмотрел пару обзоров где есть очень много критики от фанатов и ценителей о том что возможно точнее игра была лучше наверняка нет речь о том скорее что я понял что авторы не помню откуда из беседы да вроде как они скажут что это входят в канон теперь просто события сериала входит в канон но получаешь там не стыковочка событиями насколько поняла как раз не вегаса вот да интересно что буквально это полгода назад когда мы думали какую игру постримить все-таки это может проще всего нам постримить червей мне кажется это запустится на всем и на не везде вот и не требует особого включения очень мозга и звука я думаю они поставить не fallout нью-вегас потому что не играл ни в один у меня даже нашлось место на диске на виндовом моем компе я его ни разу не запустил но забава было в другом буквально позавчера я провел четыре часа спасая оба ноутбука я пытаюсь загрузить ноутбук на линуксе он говорит что нет такой учетной записи на ноутбуке нет такого пользователя мне стало неприятно вот я испугался немножечко у меня будет пара кусков кода которая не закомичена ну как бы ничего такого страшного но все равно неприятно вот а дело в том что ноутбук остался работал от батарейки разводился видимо в ноль но я думаю может что диск слетел не знаю что могло случиться чтобы починить нужно второй ноутбук который будет в том же домене работать это ноутбук на винде винда 10 я пытаюсь зайти ну короче пытаясь что-нибудь открыть вам нужный пен и пен обновился мне обновления не прилетали каким-то чудом я связался с нашей поддержкой и у нас есть свой такой инструмент для удаленного рабочего стола они заходят на комп и там делают свои дела какие-то виндовы вот и человек увидел меня на рабочий столе валяется steam и fallout и немало удивлен учитывая что у нас все очень огорожено он говорит как так и куда как ну я смог поставить она поставилась вот админ удивился сказал что конечно странно вот а потом выяснилось почему у меня ничего не обновляется так далее и у меня винда активации просит оказалось что моя винда работает работала 600 дней без перезагружки да да то есть как каждый раз когда я закрывал ноут она уходила по сути в слип я думал что просто перезагружалась продолжить до уточнить а ты в итоге выключал или он пока в том же режиме работает он смысле после этого до чтобы скриншот сделать я не знаю вообще от мира просто загрузку вот и в итоге сразу возможно рекорд просто сорвал не знаю возможно возможно это это было это было прям феноменально вот до сих пор но на винде работает с трудом но мне удалось хотя бы связаться другим админом который уже по линуксу и мы вместе спасали мы загрузчик и так далее в общем все получилось вот с тех пор идея поиграть fallout она обновилась потому что я посмотрю что он так и стоит на винде вот и я подумал то что не надо обновляться потому что обновление прилетает с виндой 11 и скорее всего они там еще наградили таких политик что никакой с ним поставить точно нельзя вот но как есть прикольно я тут пошел посмотреть цены на эти самые fallout и и в общем если на стиме покупать то 4 fallout стоит 13 баксов но есть сайт такой сиди кейс и они продают за 5 и можно в steam потом в эту лицензию вгрузить и играть в принципе недорого сейчас я еще посмотрю на остальные цены fallout 76 20 3 13 еще в яр прикольно 4 окрас есть в яр до 4 windows all out tactics вот туда я играл в tactics но это он tactics не считается каноном и тактик сообщение fallout тут как шелтер примерно шелтер ну нет идея другая это больше это больше что это типа x кома от fallout а вот то есть по сути никакого вот убежал просто просто пошаговые бои много их групповые был бы тут же не сейчас мы могли бы разделиться кто в какой fallout будет играть и потом через несколько эпизодов как-нибудь записывайся род поделись выясним запустилась ли у кого-нибудь на чем-нибудь да да например например на маке или дамин но я додумаю и там и там запустится просто наверняка представить придется но хочу закончить по сериал мне в итоге очень понравилось я вот люблю это шачок но я знаю ребят который скажет что слишком много юмора неуместного и ни к чему боже они в игру играли в первую вторую вот многие многие не играли первую эстетика дальше она видел поменялось значительно поэтому поэтому как-то так но я с ним простим этих ребят у них есть время поиграть в первую и вторую понять откуда вообще ноги растут всего это или без ног и стеки сюда но единственное что меня прям пока робило это в некоторых в некоторых эпизодах видно задники которые ну вот прям джипеги слишком слишком плохо но в целом как бы это я к этому равнодушен потому что я не ожидаю ничего от сериала по игре вот до этого мне очень порадовал сериал по по гонкам тоже из из игры по 90-х я забыл как называется я сейчас трон чего-то типа трона не 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 я найду скажу но в общем тоже такой достаточно же да нет по гта потому что тоже сейчас готовится сериальчик да там 10 мороженчик весело мороженки ну короче вот ты сказал по поводу игр по себе по наоборот сериалов или фильмов по играм я согласен точно мне кажется сложно делать потому что ты с одной стороны хочешь найти зрителя в людях которые не знакомы с этой вселенной чтобы их бы их привлечь а с другой стороны ты должен не получить очень много негативных отзывов от тех кто знаком со вселенной и вот таких ярых фанатов это сложно но при этом я говорю вот и я лично как бы тоже не не ждал именно это прямой параллели с игрой или еще чем-то хотя она есть явно там именно и по сюжетной линии тоже но я в принципе был уверен в каком-то определенном уровне качества из-за того что вот режиссер или кто-то продюсер и ноланы один из братьев я в принципе им доверяю я не могу сказать что будет дальше потому что вот был сериал от одного из ноланов не кристофер который interstellar например снимал а второй я забыл как его зовут джонатан он снимал мир дикого запада например и мне очень понравился первый сезон и и мне я перестал смотреть на втором то есть то что продлили не означает автоматически что все будет хорошо может что-то испортиться но я уверен что первый сезон весь отличный поэтому надо смотреть твист от металл игра которая я перевели по-моему скрежет металл называется но это совершенно и вот так он есть мозга сушильный сериал но меня очень порадовал там я прямо становится не мог смотреть потому что та самая эстетика как бы я себе представлял детстве когда буду фигню ел может быть это я есть целевая аудитория как раз подобного рода сериала содержащего продукта сериал мне нравится как ты тут завернул да я предлагаю к следующей новости переходить я на самом деле думал что я добавлял ее но я что-то сейчас смотрю на список не вижу вижу две других которые мы с маком мне кажется добавили относительно ibm и хашекорп на я видел другую еще новость значит хашекорп как вы помните несколько месяцев уже наверное назад изменил лицензию для проекции для многих своих проектов включая terraform и вот касательно terraform мы обсуждали что почти сразу появился альтернатива который называется open tofu и terraform увидел в одном из пиаров в этот open tofu значит нарушение своей новой лицензии выглядело таким образом что у них был какой-то кусок кода ну я сейчас точно не вспомню название но условно там не знаю давайте фантазируем что был уже в open source на версии до смены лицензии какой-нибудь класс названием кодер и одновременно и хашекорп и open tofu в своих репозиториях начали добавлять новый класс с названием декодер это я сейчас фантазируем но в части имени но но буквально это именно так и выглядел просто имя какое-то другое то есть скопировали уже ранее существовавший код чтобы просто сделать новый класс для немного противоположных целей и хашекорп юристы увидев это написали письмо открытую претензию в open tofu относительно того что ребята вы воруете наш код посмотрите на наш пиар он входит в лицензию вот эту их новую модную bsl как она там называется которая стала более закрытая и запрещает использование open source значит продуктах на что те отправили им открытое письмо ответа мы объяснили что ребята вы сделали абсолютно то же самое что делали и мы вы скопировали старый кусок кода что мы все в принципе как разработчики нередко делаем переименовали там две буквы по этому классу потому что он должен был делать почти все то же самое что предыдущий только обратную сторону и теперь вы нам говорите что типа это мы тем не менее они там добавили какие-то дополнительные проверки они попросили контрибьюторов подписывать какое-то там открытое письмо что они честные не хотят ни у кого ничего воровать а пишут этот код сами и так далее но тем не менее хашекорп короче негодяй хочу сказать что что за поведение вообще вы вы поменяли лицензии пошли всех на бабки просто кидать напоминает поведение еще одна компания ниндена называется так 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 ну-ка ну-ка продолжай ну касательно как раз того что мы говорили прошлый раз касательно бана для эмуляторов то есть как бы я так понимаю мы обсуждали прошло что один из симуляторов забанили довольно быстро потом появился еще один вроде бы его тоже забанили причем забанили в смысле что забанили на платформе ios apple story а я так понимаю что из гитхаба вычищают проект да да нет нинтендо идет по пути выпиливания вот этих open-source эмуляторов ну я штатный же нинтендо окей нинтендо никогда и не было контрабью там open-source и не создал инструмент который используется в огромном количестве для это их закрытый продукт на самом деле и получается что они пытаются свою лицей защитить окей terraform в обратную сторону пошел них был открытый продукт которым все пользовались и в какой-то момент они решили заработать денег а так вот к новости теперь которая есть все таки у нас в списочке новостей но и в 2 но примерно в одном и том же чувствуется и несколько видел публикации на эту тему что вот это решение о смене лицензии хашекорпу финансово на пользу не пошло то есть они поняли что они не очень-то получают выгоду не очень получают клиентов на свою эту платную платформу и так далее люди начали постепенно медленно и постепенно переходить на вот этот open tofu а хашекорп руководство я не знаю менялась или нет после того решения но что произошло это вот одна из наших новостей что появилась информация о том что о том что их покупает ibm и вот совсем-совсем свеженько о том что все-таки купил ibm хашекорп ну вот собственно вот к чему приводит очень странное решение менеджмент ярый такой агрессивный переход из опен-сорсов платные лицензии осуществлять не делайте пожалуйста так тоже мы это все просто уйдем на опен-тофу а вы чё будете делать придется вам как тем людям на дашборде по зарплатам искать вторую третью и прочие работы повышать софт скиллы хард скиллы софт скиллами уже проблема как мы понимаем да как минимум да но написано например вот если открыть top stories в гугле конкретно сейчас то акции обе моешь не знаю такой срок то читается на пол за последний день считается да если здесь не ошибаюсь выросли на один процентик акция хашекорпа на 7 что это логично мнение мне кажется это логично потому что у хашекорпа наверное я сейчас могу ошибаться и заблуждаться но исходя из того что я видел в публикациях у хашекорпа все было плохо после того решения то есть скорее всего это должно было быть выгодно для всех у ibm и не было такой платформы внутри потому что если взять какой-нибудь aws например у них есть свой это cloud formation для того чтобы делать похожие штуки у microsoft и гугла я уверен есть свои инструменты для того чтобы делать инфраструктура ского у обе мы не было такой штуки но какие-то очень старые деревянные поделки погремушки то есть явно обеим странам это было выгодно вопрос насколько будет дальше это куда развиваться может быть ibm конечно очень такая утопическая мая идея и желание но было бы неплохо если бы обеим сказал ребята мы возвращаем терраформу и прочим продуктам open-source лицензии это было бы прикольно ibm ну ну мечтать но непонятно непонятно чего они будут с этим делать понимаешь ну да у них будет вот эта компания но ну выбросили там немного денег вот на этот хашекорпа дальше что ну судя по всему опять же видя лишь часть естественно бирюнский бизнес он огромен да и слыша отзывы о них о том чтобы они сильно заботились о своем имидже ну не очень похоже сейчас опять же это очень наивное представление наверняка если быть в этом рынке да и среди за всеми новостями и так далее можно увидеть куда совершенно или тенденции например годичный график стоимость акций объема показывает что там начале января чудо них случилось не их акции взлетели там на значительно отцена на 10 по моему значит все таки они что там делают эти какие-то правильные бизнес-решения и я надо посмотреть конкретно статьи за этот срок чтобы понять что случилось такое то есть но при этом что я не слышу чтобы бен прям сильно вкладывались в open source отлично пример микрософта который панцов спасение вкладывается просто тоннами опять же не знаю как это влияет на его бизнес но не знаю если такое супа саде это конечно будет замечательно но что-то подсказывает что объем деньги считают совершенно в иных ты смотришь на это с той точки зрения что если это будет open source то объем деньги потеряет мне не неравнозначные понятия то есть можно отлично зарабатывать деньги на open source и зачем а зачем тогда объему этот актив чтобы вернуть его в open source получить там ведь знаю благосклонность каких-нибудь касты продавать консалтинг и продавать например да ну принципе объем действительно продают консалтинг очень далек от таких решений рыночных и прочего я я просто могу фантазировать и изобретать какие-то странные идеи но тем не менее мало ли ну то что на open source и зарабатывать можно это сто процентов вопрос планирует ли объем делать именно с этими продуктами это нам неизвестно но я думаю скоро узнать у нас написано что они собираются делать какие-то multi-cloud solutions и вот это вот все чтобы это не значило посмотрим это интересно за хошекорп как бы то что не обидно просто прям видно насколько динамично дает вот это одно решение серьезное на долгое долго думать привело к такому возможно и в самом начале где-то они уже договаривались о том чтобы быть правильно проданными и наверное продажи возможно могла все включать смело лицензии так то у нас еще по новостям мне понравилась новость о том что doom запустили на штопе вы посмотрели видео как это выглядит очень думно на сказать я респектую это мы говорили же об одном из думов которые работают минсфер текст мод терминал это что-то похожее мотивация автора я думаю это будет прикольно но несомненно это правда прикольно потом есть но он еще если там первое 6 это не работа этого ну нет для меня то что даже в демо режиме это работает уже потрясающе аплодирую круто действительно весело я тут смотрю на новость которая называется волки волки open source замена радис и внезапно оказывается что радис перестал быть open source это да это факт мы кстати у нас была новость по моему об этом я не помню затронули мы прямо ее и обсудили ли но до радис пошел практически по тому же пути что и хашекор и с одной из недавних версий они ушли на другую лицензию уже не такой опыт и собственно как ожидалось почти сразу появились альтернативы и вот одна из таких альтернатив это вот этот вот самый волки я его честно признаюсь не щупал не устанавливал не могу сказать что там как он можно ли его брать насколько он как бы прозрачная такая альтернатива что просто можно поменять там имя имиджи в докер композиции и все взлетит как и раньше работала не могу сказать но они собирались делать ищи сыпу реквестов это вообще не радис конечно а у радиса мало был наоборот мне кажется много было но хотя 12000 звезд кажется что не так уж и плохо а просто последние две недели что не новость то очередной очередной фолк форк и диск что логично вопрос кто из них выживет да в какие будут тот же microsoft или кто-то вкладываться какие не будут увидим скоро на еще небольшая прямо новость про snowflake хотела рассказать прочитал на днях что они выпустили новую версию пайта на пиа и наверное те наши слушатели кто работал со сноуфлейком знают что в принципе в старой версии там была возможность также как и с любым другим движком вас данных отправлять sql через этот через эту библиотеку для python выполнять какой-то код получать резалт сет и так далее как все обычно с этой новой версии с новым и пиа и они немножко изменили подход теперь вот в этом новом и пиа и можно работать с объектами нежели с прямым sql то есть можно собирать именно фильтры это очень похоже на дай нам дебе или какие-то ноу и скале решения если вы с подобными работали мне сложно судить вот для меня лично конечно sql лайк язык гораздо более привычнее и с ним проще работать но я уверен что переход на что-то новое может добавить каких-то новых возможностей надо посмотреть штука вышла я тоже не пока не устанавливал есть нас в паре там репозиториев коннекторы для сноуфлейка там пока используется обычный старый пиа и через sql лайк язык и запросы надо посмотреть может быть действительно будет быстро может быть удобно не могу сказать но такая штука есть следующая новость firefox наконец-то появится группировка вкладов вкладок новый seo решил приоритизировать эту задачу учитывая что она набрала огромное количество лайков вот именно этот и шью я не знаю как имена его репортили ну вот и очень многие ругались что зачем-то интеграцию и инструментов делать вместо того чтобы сделать бат такую базовую полезную вещь как группировка вкладок я зашел посмотрел на мазиловский этот типа ish tracker и вот как раз эта штука про группировку вкладок она находится уже in development так что да наконец-то наконец-то наконец а вы пользуетесь вкладками в правой группировкой вкладок в браузер вот я хотел спросить у вас коллеги подкастеры объясните мне вот я знаю как реализована эта штука на уровне профилей может быть это есть и в google chrome и там хромами да и в сафари и так далее я знаю как именно в хроме и реализована группировка именно вкладок внутри в профиле и как в сафари и вот способ группировки в сафари мне конечно тысячу раз более привычен и приятен нежели то как в хроме я не понимаю как пользоваться тем как она сделана в хроме собственно вопрос вы пользуетесь в хроме вот этой функции или нет и или там сафари этой функции или нет тоже сафари это именно вот top groups называется а хроме это вот заголовки не очень понимаю как этим пользоваться но на самом деле этим не пользуюсь потому что стараюсь держать скрытыми только те вкладки которые мне нужны прямо сейчас но тем не менее когда их количество разрастается когда нужно отслеживать большое количество не знаю задач в жире например следить за их состоянием или открыть большое количество вкладок в конфлюенсе чтобы там собрать какую-то мету всего что там не знаю всех тз вот в этом случае это конечно помогает избегать беспорядка вкладок но конечно бывает такое что забиваешь на то что надо их группировать просто беспорядочно открываешь 10 20 30 вкладок потом всех закрываешь но вот я не очень понимаю именно как в хроме маку ты может меня сейчас поправишь просто так то как это в сафари работает это работает как бы у тебя сессия работы с браузером вот ты решил поработать допустим с конфлюенсом тем же самым у тебя открывается новое окно ты накидал там кучу вкладок и это сохранил как tab group ты потом можешь к этому вернуться он все эти табы откроет но они не висят постоянно не загораживают место на экране так далее в хроме последний раз когда на это смотрел может быть это было год назад это поработало просто вот в этой общей строке со всеми табами он там цветами или как-то группировал вот этим пользуешься я честно пытался ну во первых я скажу у меня есть такая штука специальный такой демотиватор это такая штука то показа количество открытых вкладок вот как думаете сколько мешок открытых вкладок 68 1056 но если умножить мое число на число алекса есть вероятность что мы где-то там будем да это все раскидано примерно по 12 окна то есть примерно в каждом окне при на поставку вот я вначале пытался думаю надо вот погруппировать их все про ламки потом становится вот и крут момент я понимаю что в этих вот мои вклады колонки из там стал 50 и выделилась одна тема лмга дрелы надо делать другую группу вкладок перетаскивать из группы в группу это прям вот неудобно жесть там вроде можно переначать через правую кнопку ну короче в этот момент я понял я этим не пользуюсь это слишком геморройная и мне вот же не как объяснял как я работаю я иду по листу вкладок на гитхабе там до читаю документацию я открываю их там штучек 10 а потом постепенно закрываю или еще открываю вот и вот тот способ группировки о том ты сказал алексу то он был бы для меня логичен как бы есть некий корень из него вы происходит дерево да в кроме этого нет или в моей версии кроме этого нет должна не обновлял месяца два на внутри но вообще не нашел удобным честно скажу но я вижу у коллег особенно у пьемов у них вот каждый практик это отдельная группа вкладок и у них все выглядит аккуратненько и классник но мне думается что вот именно логический подход хрома он какой-то странный именно с точки зрения юай то есть неудобно таскать вкладки по заголовку окна и по заголовку хрома окна и вот пытаться втыкнуть его группа вкладок и надо нажимать начать вкладку то в общем я не нашел это удобным может она поменялась как-то но по итогу как-то видимо фишка не зашла я так понимаю что в этой ищут сейчас скажу про firefox в этой ищутся какой там еще адресованы вертикальные вкладки потому что эти вертикальные вкладки например firefox нужно было ставить отдельное расширение раньше помощь часто будет нативно я вот это был очень был бы рад потому что firefox именно вертикальные вкладки им пользуется больше чем горизонтально как вывозит твой ноутбук полторы тысячи вкладок открытых не не потому что у меня 56 не они же все в саспенде они у хрома есть нативный саспендер раньше была такая такая штука с этап саспендер а сейчас он у него это они это внедрили в нативную версию поэтому ну там активных нужно 10 20 30 но тогда таких 56 или полторы тысячи нет 1056 всего лишь тот момент когда ноутбук таки умрет вот они все остальные нужны и потом начнется новый группа вкладок организация не включена кстати можно сделать так что на на новый ноутбук перейти чем-то лично лично но это чересчур раз раз умер оба начни и нужен это в этом сафари в мобильном я помню наткнулся на ограничение вот в мобильном у меня много вкладок мне просто лень их закрывать и и я наткнулся на ограничение 500 открытых табов может быть в сафари мобильном можно открыть новую группу вкладок и сделать еще 500 либо держать все в private mode если ты делаешь private mode то там неограничено количество ну то есть 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 вариант никто не узнает сколько вкладок открыто если в private mode да да среди новостей меня зацепила одна который добавил ты алекс я прямо не посмотрел я близок тому чтобы уже начать писать только compose ап или что-нибудь такое называется штука корут я они не знал это такое и пола кост обзирабилити который работает на и bp и и bpf приложение и пев это опять же для меня это ничего не означает я так понимаю что это такие легкие бинарники которые позволяют работать с близко кидру линук как я понимаю опять же специалистами поправят я посмотрел на доке compose меня он порадовал безумно это сам сама эта штука корут это правительство кликаус и ноут аджент но собственно принцип логично кто-то должен отправлять коллектору в метрике с хоста ну или там свои из образа с контейнер штука работает как поняла довольно быстро я просто потыкал div дама которая не запустили там по сервисов 30 все работает очень быстро и дашборд который они предоставляют не знаю дашборд похоже это и дашборд это не графановский дашборд это похоже они сами делали тоже работает очень быстро и самый основной сайлент поинт то что вы можете делать инструментейшн для языков которые никогда не знали что инструментейшн бывает как то кабол плюсы наверно да ну плюсы знают но какой-то код серпатии который хочется посмотреть как он будет работать вот этот хорошо инструментирует тэйк такой что можно посмотреть даже до строчки кода ну я думаю когда для строчки кода нужно конечно инструментейшн чтобы в коде был но отлично позволяет какой-то смотреть метрики хоста то есть смотри там когда были спайки памяти спайки cpu от хостовых метрик до метрик собственно перформансового приложения и запросов я пользовался до этого сигнаус штука я помню по неговой подкасте вот из таких опенсорсных она наиболее легко разворачивается но эта штука выглядит тоже очень классно и они сразу показывают как это разворачивать и на долгая компози для локальных экспериментов и на кубернетисе для более глобальных экспериментов в общем я руки часто попробовать потому что это выглядит минималистично это open telemetria любимая то есть вендор агностик и стек который предоставляется он очень быстро то есть сигнал тоже работает с ликхаусом и конкретно как metric storage это очень быстрая штука и prometheus как стандартный где как телеметрии в общем open source во все поля крайне приятная штука мне кажется осталось только узнать будет ли он выполнять именно те вещи которые нужны они часто связаны с тем чтобы смотреть на накопленные метрики например за неделю и относительно недели делать какой-то alerting например там за последние два дня у нас не знаю response time увеличилось на 30 процентов или на 100 процентов почему-то вот такие штуки сложные чтобы это уже обычно делать другие сервисы или в эластике или в графа не должны быть отдельные штуки создает алерты но даже на том минимальном уровне что описано документации это выглядит крайне круто в общем респект ребят он это сделал я хочу потекать да прикольная штука ты сейчас про алерт и вот эти изменения какие-то сказал мы примерно то же самое получаем плане наших хотел процессов и 9 из пакета elementary в котором тоже есть она молодой detection он может смотреть изменения количество строк загруженных относительно среднего или медианного там всякие алерты на на этом строить но да штука вот это в плане именно сервисов очень прикольная я тоже заинтересовался как обычно со мной это бывает я добавил этого новости но пока сам не смотрел еще одну штучку тоже open-source хотел добавить в наш текущий эпизод по моему open-source на кстати я вот сейчас засомневался прям гитхаб ну да на гитхабе вроде есть силой в общем называется sling это вот прям для ребят которые с данными как женя любит говорить бойтовозы вот это прям вот для нас ребята для нас бойтовозов значит консольная утилитка которая может переложить данные из одного места в другое говорят очень быстро работает open-source на и поддерживает кучу всего там на главной страничке там aws snowflake click house из того что я вижу прямо сразу пас гря и так далее то есть вы просто в одну команду говорите взять отсюда положить сюда и она начинает работать я не знаю насколько это вот на практике удобно но я хотел больше попробовать именно вот эту утилиту по той причине что нам очень часто приходится что-нибудь выгружать из оракла и для этого пришлось написать свое кастомное небольшое приложение которое коннекция оракла выгружает все быстрее если мы сможем из оракла выгружать с этой утилиткой она будет быстрее то я думаю мы запросто сможем перейти потому что чем быстрее тем лучше но надо посмотреть пощупать установить на насколько действительно она быстро работает звучит интересно бывают и не только как бы не такие как сказать не периодические задачи просто разово что-то куда-то переложить это прям прекрасно этот инструмент точнее так инструмент этого класса мог бы занять определенную нишу там и на моем компьютере также как в какое-то время занял там визи дейта для конвертирования данных и какой-нибудь джейки для поиска и прогулок по джейсон вот эта штука тоже могла бы надолго обосноваться если она удобная работает и производительная надо посмотреть возможно возможно она добавится списочек вот так что у нас на сегодня я или еще что-нибудь захватим есть еще наверное важный сателл мак это релиз лама 3 произошел на этой неделе так понимаю может на прошлый в общем не так давно вам утреть анонсировали и с ней же анонсировали чат-бот отметы я честно сказать ни тот другой не пробовал но как обычно это очередные прыжки вверх на кучу куча бандмарков вот и вот ballpark GPT-4 и вокруг него он так начинает сужаться вот где находится квот GPT-4 и вот сейчас возможно лама 3 там как будто она обогнала и несколько часов назад лично я прочел но может быть это новость несколько дней вышла микрософтская модель Fi3 это было Fi2 это модель которая славится тем что при значительно меньшем количестве параметров она показывает очень классные результаты вот причем я такой модель Fi3 именно они она же у нее выложены веса в open source единственное не знаю можно использовать ее в коммерческие продукты это всегда вопрос лично в нашем случае но очередной прыжок дальше в плане LLM self-hosted и не только вот и все все ближе приближаются к GPT-4 в плане перформанс и так далее будем посмотреть что это выйдет но конкуренция всегда хорошо вот опять же что касается чат-бота отметы опять надо посмотреть как все будет работать и для чего вот мы лично используем код в наших задачах и мистераль потому что эти модели покажут наиболее удобный промптинг но все они до сих пор очень до 100 до 54 или честно по некачество слушая скажи пожалуйста вот это лама я как человек относительно далекий от этого она целиком в open source то есть можно это выкачать запустить у себя или она открыты просто для использования именно в плане запросов промптов я не знаю с ламой 3 и честно сказать ламу 2 мы не разворачивали но была такая штука что лама 2 в начале они анонсировали что есть такая модель а потом утекли веса вот именно не было бы утечка и вот из-за утечки начали модель уже делать квантизацию и уже квантизируем модели это разворачиваться просто как сломать 3 не знаю и честно говоря не знаю какой сейчас легальный статус весов ламу 2 вот ничего сказать не могу если честно я понял я просто натыкался на статейку в которой обсуждение шло что open.ai который своей исходной миссией там и целью создания говорил создание open инструментов для ай но по факту всячески закрывается и делает платную подписку на эти вещи и в отличие от него там цукерберг и мета делать как раз обратную историю они создают новые вот эти модели которые пускают в массы в народ и дают возможность ими пользоваться хотя думал клуба компания которая коммерческая и изначально коммерческие цели преследовал ну действительно да и мета и microsoft они в этом плане большие молодцы вот и это хорошая альтернатива вообще тому что делает оба на я однако надо признать опаны я и опять же с тем же microsoft там сажу вам да отлично могут продавать свои 4 4 и 3 с половиной и они отлично продаются до сих пор покажешь экран на качество так что макрософт получается играет туда и туда вот макрософт молодцы вложились в open.ai да я так понимаю значительно и в то же время они продолжают выпускать вот свою опенсорсную fitri я так понимаю без сомнения тоже кстати доступны но так или иначе это очень интересный рынок где странным образом и коммерческие и опенсорсные продукты конкурируют в общем я пока ничего сказать не могу больше кроме того что мы лично радуемся тому что amazon у себя хостит через бедрок и ламу хостит и код и мистраль среди чего код пока не за мой топку буквально вот на днях в некоторых регионах как обычно можно уже пользоваться кло 3 опус это крутейший модель дат который максимально приезжает к g5.4 по перформансу окей окей интересно посмотрим будем наблюдать за развитием событий вами был ваш любимый подкаст дата кофе сонные немного но при этом жаждущие поделиться информацией и новостями ведущие были с вами услышимся через недельку всем пока пока всем пока